Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalty.md. Своими глазами. У меня вопрос. Вы список преподавателей видели? Фамилии преподавателей? Да. Они есть эти люди или это какие-то вымышленные люди? Вы их знаете как преподаватели? Нет. Нет. Я как преподаватель не знаю. То есть вы как начальник управления образования, вы всех преподавателей знаете в городе Берец. И так правильно, да? Ну, я, конечно, да. В общих чертах, да. Те фамилии, которые вам предоставлены были, вы их знаете? В основном это иногородние, насколько мы вчера заметили по заявлениям. Из Гладян, из Болотяно. То есть из Гладяна, из Болотяно они приехали, устроили наш этот ЭЛИТЭКС на работу. И все уволились 17 ноября 2017 года. Все в тот же день уволились. Тут они... Да, я сказал же письмо, премьер-министр разошло. Ну, главное, чтобы премьер-министр сдал правдивую информацию про этот лицей. Кого-то мы обучали. Ну, подождем выводы комиссии. А лицеистов там не было, потому что их там нет. Я обращался с экранов, с телеэкранов, с жителем, у кого лучше там дети, не калечьте детей, заберите детей, потому что то, что мы с вами, вы тоже участвовали тогда в комиссии, видели, что ребенок переписывает сессию из какого-то журнала. Когда эту сессию сдали месяц назад все наши лицеисты, которые были на тот момент временем в 12 классе. Просто, чтобы не калечить детей, чтобы детям давали нормальное знание, попросил перевести в Бельские лицеи. У нас прекрасные лицеи, одно из лучших образований в стране. Именно в Бельцах, понимаете? И наши преподаватели делают все для того, чтобы этот уровень поддерживать. За ту низерную зарплату, что они работают. Но функциональные обязанности свои, душу свою, сердце свое, они вкладывают в наших детей. Поэтому наши дети самые умные в Молдове. Именно дети, которые выпускаются с Бельских лицеев. А то, что вот эти вот проходимцы открыли там, без документов, без ничего, на базе румынского законодательства, понимаете? Это уже никакие ворота не лезет. Николай Николаевич, они работают на базе инвестиции, которая была выдана в 2005 году, но она истекла в 2015 году. Виталий Викторович, наверное, не поможет. Юрист Министерства, мы говорили, что после этого они получили авторизацию на временную деятельность. Но мы не видели этой авторизации. Алексей Анатольевич, я понимаю, что должны быть планы учебные. Я понимаю, что должен быть профессорский состав. Я понимаю, что должны быть лицеисты, гимназисты. Я вот это понимаю, что должно быть. Но когда этого нет, на бумаге вам показывают что-то, но вы сами сказали, что журналы должны храниться 75 лет. В журналах нет ни учеников, ни преподавателей. Нету планов, о чем мы можем говорить. Я тогда и обратился к родителям. Заберите, потому что отдайте в наши школы, в наши лицеи, в наши гимназии. И от этого будет большой толк. Понимаете? Они от того, что они сидят, просто им вымышленно ставят там какие-то бабы. Все три ученика, которые начали учение в этом году в лицее ВИТЭКС, перевелись. Согласно информации, которую я располагала до вчерашнего дня, один из них уехал в Кишинев. Один из учащихся 9 класса перевелся в наш теоретический лицей в Бельцах. И вчера мы спросили, где оставшийся последний ученик, который должен был быть в лицее. Но нам сказали, что так же он уже перевелся, но однако не показали никаких подтверждающих документов. И не знают, куда он перевелся. Хорошо, родители перевели этих детей, но сейчас этих детей надо будет догонять. Представляете, сколько? Сколько упущено времени. Вы прошу, простите еще буквально. В этом заключении очень бы хотелось, потому что мы ставили вопрос не просто формально отразить, но безобразие, которое так все видят. Нам нужно четко ответ, что аккредитовано ли это учреждение по результатам, либо не аккредитовано по результатам этой проверки. Потому что в зале присутствует советник госпожа Крецко, которая на последней сессии дала задание разобраться с лицензией. Так вот, для того, чтобы мы могли сегодня инициировать дозу лицензии, нам нужно заключение по аккредитации. И тогда это все будет решено в считанном числе. Можно ответить? Счет аккредитации, например, в министерстве, нам говорила начальник Министерства управления, Розик Ажасан, сказал, что процесс аккредитации в 2009 году был приостановлен. Сейчас эта компетенция находится в компетенции, у нас созданной депутатуры Национального агентства по обеспечению качества образования и исследований. Однако еще не разработано это положение, и поэтому аккредитация будет возможна только после утверждения данного положения. До аккредитации есть документ на разрешение, ауторизание транзитории, ауторизание транзитории. Мы вчера его попросили, нам его не представили. Давайте мы дождемся, выводы комиссии, какие будут дальше, мы будем предпринимать меры. Понятно то, что пострадали дети от того, что там нет образования, и никогда его там не было. Вчера в этом учреждении находилось только 14 детей в группах разных возрастов, в садике. Они обогреваются электрокаминами и кондиционерами. Мы об этом знаем, потому что говорили еще на прошлом совещании, что выросло очень сильное потребление электроэнергии. Понятно, что они обогреваются с помощью электричества. Детей вчера было 14 человек. Условия, в которых наводились дети, также не соответствуют минимальным стандартам, необходимым дошкольному учреждению. Предварительно. Я просил, чтобы вы встретились с родителями детей. Вам сделали встречу? Ваши специалисты не дают? Нет, они отказались. Родители даже не дали письмо, что мы их заставляем перевести своих детей. Так, чтобы вы понимали, для справки, наши сады, которые находятся у нас в муниципе, я бы не сказал, что они там... Ну, средний сад, будем так говорить, он лучше этого сада или ТЭКСа на 50%. И по условиям, и по условиям нахождения в детском саду, и по питанию, и по всем параметрам. Это так, для справки, чтобы все знали. Просто ко мне обратились, будем так говорить, люди, кто водит туда детей в прошлую пятницу. Ну, что их все устраивает. Две тысячи леших не платят в месяц, их это устраивает. Отсутствие специальных санузлов для детей согласно стандартам тоже устраивает из-за необходимых детей. Я просто сомневаюсь сегодня, что это обращались родители. А это сотрудники. Я думаю, что это обращались сотрудники, потому что те условия, которые сегодня находятся в данном учебном завреждении дошкольной, но они не соответствуют вообще нормам нашим, которые у нас в садах. Я уже не говорю о специалистах. 50% детей, которые ходят в сотрудники этого учреждения, ты не устраивает ребенок, постоянно с тобой. Все-таки попытайтесь встретиться еще раз с родителями. Нет, мы готовы к открытой встрече. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!